Валерия Николаевича Венцеля Действительно, фестиваль «Арт-Лайф» среди граждан пожилого возраста Московской области проводится в несколько этапов. И теперь в Расторгуевском парке представлены лучшие из лучших. Конкурсные жюри фестиваля заранее отобрали лучшие работы Московской области, лучшие мастер-классы, которые сейчас мы демонстрируем. И учреждения, соответственно, смогут также увидеть, у кого что лучше, подсмотреть и внедрить у себя. В центральное место фестиваля заняли творческие выставки. Многие художники достигли мастерства, не побоясь окунуться в новое занятие в преклонном возрасте. У нас давно, уже 5 лет, существует университет третьего возраста, факультет прикладного творчества. И граждане пожилого возраста к нам приходят. Многие вообще не умеют рисовать. Да, последний раз кисточку держали в руках в школе. Но вот, пожалуйста, они с успехом осваивают новые техники. Вот получаются такие замечательные вещи. В празднике участвовало более 700 человек. Ради того, чтобы почувствовать себя настоящим сказочным персонажем, да еще и царских кровей, многим пришлось проделать неблизкий путь. Как это сделала Елена Корешкова из Зарайска. И не пожалела. Я вообще барыня-сударыня-государыня. Владычица морская. На территории парка были организованы зоны танцев, рисования, мейкапа и даже йоги. Но наибольшей популярностью пользовались мастер-классы. Их тут было более 30. Сначала у нас очень бледные цвета. Это правильно, потому что краски сильно растекаются по поверхности воды. По закону физики, да, стараемся мы. Среди представленных рукоделий как привычные, так и довольно редкие. Например, техника стринг-арт. Объемные картины здесь создаются с помощью гвоздей и ниток. Это знакомство, да, с такой техникой, потому что мало кто о ней знает, мало кто о ней слышал. И вот мы вот с таким вот словом приветственным приехали сюда. И куда же без ярмарки? Александр Брендель с женой приехали на фестиваль из Рязанской области. Несмотря на то, что товары у них ручной работы, цены весьма демократичные. Изделия из бересты. Это получается хлебница, короба, шкатулки, там украшения из бересты. Потом идут дубовые бочки, подсоление под напитки, липовый, также под мед. Какую-то часть мы сами делаем, какую-то часть мы сотрудничаем с производителями. И вот, например, береста – это Томск, Сибирь. На главной сцене Расторгуевского парка прошла концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей Ленинского района. В кардебалете – участники фестиваля. Мероприятие еще раз доказало, в Московской области созданы все условия, чтобы поддержать социальную, творческую и физическую активность пожилых людей. Этот фестиваль как раз и есть первая ласточка в рамках проекта «Долголетие в Подмосковье». В рамках этого проекта все занятия в центрах социального обслуживания, на спортивных объектах, в учреждениях культуры для лиц старшего поколения, они бесплатные. Благодаря решению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, за что мы ему очень все благодарны. Планируется, что фестиваль среди граждан пожилого возраста Московской области «Арт-Лайф», что переводится как «Творческая жизнь», станет проводиться ежегодно.